Девушки отдыхают Никому от него не скрыться Его запах доберется до каждого Его запах доберется до каждого Задача оператора Подобрать максимально красивый и эстетичный фон Чтобы картинка в кадре радовала зрителя Но сегодня Не тот случай Город Махачкала Столица республики Дагестан Сердце горного Кавказа Объятый с одной стороны лазурным берегом Каспийского моря А с другой нависающим над жителями горным криптом Тут несомненно есть на что посмотреть Чем полюбоваться И порой поддаться восхищению Все это конечно хорошо Но что нам делать с реальностью Да и люди тут хорошие Гостеприимные Отзывчивые Многим из которых не чужды такие понятия Как доброта Уважение Милосердие Рассказ о Махачкале Может быть долгим И полным гордости за свой город Если бы не одно неприятное но Мусор Горы мусора От того мы и начали это видео Словно жуткий триллер Или фильм ужасов Потому что единственное слово Что приходит при виде такой картины И есть ужас В Махачкале Совсем не обязательно Обладать навыками Шерлока Холмса Чтобы найти вот такую картину И что интересно Баки очень часто бывают практически пустыми Но окруженными горой мусора так Что к ним просто-напросто не подобраться И для людей Вынос мусора превращается в соревновательную игру Кто дальше бросит В начале 2015 года в Махачкале Бурной волной пронеслось обсуждение Статьи известного в России Блогера и фотографа Ильи Варламова Ставшего гостем столицы республики Которую он так и назвал Плохая Махачкала Множество фотографий С неухоженными и загрязненными улицами города Горами мусора и пакетами на деревьях Стали как удар под дых Для каждого, кто действительно любит свой город И не живет мыслью При первой же возможности Что называется отсюда свалить И при просмотре этого Не самого приятного фотоотчета Невольно хотелось встать на защиту своего города Заступиться словно за маленького ребенка Мол, руки прочь Это все вранье и провокация Очередной стереотип Не верю Но Осознание того, что Эти фотографии вовсе не подделка Реальное отображение действительности Заставляют задуматься А ребенок-то этот Действительно не совсем чистоплотен Возможно и была доля предвзятости В статье Варламова Разумеется, у нас не все так плохо Но как бы не хотелось И как бы не было неприятно А соринку в глазу Приходится замечать Тут и встает извечный вопрос Чья вина стоит за всем этим? Тех, кто ссорит Или тех, кто не убирает? Несомненно, никто не отрицает Возможную проблему с неидеально организованной работой коммунальных служб И нехваткой мусорных контейнеров Но разве отсутствие контейнера Заставляет человека Выбросить пачку из-под семечек Именно в том месте, где он их догрыз Вместо того, чтобы пронести метров 30-40 до урны Сохранив при этом звание культурного человека Отсутствие баков Заставляет водителя Выбросить допитую бутылку газировки В окно автомобиля Прямо на проезжую часть Отсутствие баков Или отсутствие совести Совесть вообще прекрасный мотиватор Способный остановить загрязнение города Разумеется, не без помощи коммунальных служб Но понятие отсутствия совести Не совсем верное Совесть есть в каждом из нас Просто в некоторых Она очень крепко спит А мы-то с вами знаем Как порой тяжело просыпаться Тяжело, но все-таки возможно Для этого нужен хороший рывок Стимул Коим может стать пример со стороны Элементарный пример Человек, подняв с земли мусор И бросив его в урну Не только своими руками Сделает город немного чище Но и может побудить другого человека На такой же поступок Ну, если не выкинуть То хотя бы не бросать Многие ли на это способны? А это мы сейчас и узнаем Проведем небольшой эксперимент Мы оставили пустую бутылку Из-под газировки На оживленной улице Недалеко от урны Под присмотром скрытой камеры А сами в это время Пошли расспрашивать народ Об экологическом состоянии Нашего города И что они вообще По этому поводу думают Город Махачкала Чистый город? Ну, чистый говорят, но... Сложный вопрос, да? Да, да, да Честно говоря Вообще я не знаю Вот как сказать Частично Город Махачкала Конечно, не очень чистый город Мы тоже за чистоту Чтобы чистота была во всем Да, везде Не только на Родовском бульваре Но и по городу Город Махачкала Можно назвать чистым городом? Нет Почему? Потому что везде мусор А чья вина в этом? У людей Ну, не совсем чистая А в чем проблема? В ком проблема? Больше всего никак вы считаете? В начальстве, наверное В начальстве? Да В машине не выделяют Людей не выделяют Специальных Конечно, вина Самих людей Нету культуры Нету чистоты Потому что люди Не следят за культурой Ну, люди тоже виноваты Что загрязняют Хотя урна есть Они вот рядом Выкидывают все Есть мусор Как каждый человек Вот если каждый будет культурным Аккуратным И город будет чисто Аккуратно Ведь это же столица Столица большой Столица большой Этого большого республики Неужели Это люди Наши Когда уезжают Другие регионы Там не видят Какая чистота Порядок Элементарный пример Допустим На чистой улице Лежит бутылка Недалеко от урна Пустая Человек проходит мимо Кто ее бросил Это один вопрос А вот поднять Конечно У брата Дети тоже ходят Только если не вижу Взят Урну положить Вот это надо Конечно Взрослый человек Надо Конечно Это надо Должен сказать Не могу я, что он должен Но это часть человека зависит Нормально человек пройдет Да он поднимет Положит в урну Я не знаю Если кажется Сам за собой будет убирать Мне кажется Он может быть чистым Так мы говорим Или делаем Все недовольны Все возмущены Но заметьте Среди опрошенных Нам так и не удалось Обнаружить тех Кто собственно Загрязняет город Или за это Каждый говорит О каких-то третьих лицах Нам просто повезло Или кто-то Побоялся признаться Может как это Обычно бывает Каждый видит Проблемы в других Но никак не в себе Люди винят Коммунальные службы Коммунальные службы Винят людей Но истина одна Проблему решать нужно Вместе Ну начинать конечно С себя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова